Весенний период основной задачей большинства из нас становится работа на рельеф. Одним из условий успешной сушки является разгон метаболизма. Как же разогнать метаболизм? В нашем организме каждую секунду происходят различные химические процессы. Мы потребляем пищу. Она расщепляется на простейшие составляющие, которые наш организм использует для поддержания своей жизнедеятельности. Часть энергии наше тело использует мгновенно. Часть откладывает про запас, а часть снова устанавливается после использования, вновь давая нам энергию. Ни одна клетка в нашем организме не может быть создана без использования энергии. Для того, чтобы переварить и усвоить пищу, нам тоже требуется энергия. Не говоря уже об умственной и физической деятельности. Все эти химические процессы по усвоению, переработке и использованию энергии в нашем теле научно называют метаболизмом или, говоря простым языком, обменом веществ. Мы едим, перевариваем и усваиваем пищу. Энергия циркулирует внутри нас. Хранится, сгорает. Обмен веществ представляет двумя процессами. Анаболизмом и катаболизмом. Анаболизм – это химические процессы в нашем организме, во время которых из простых структур создаются более сложные, новые клетки, ткани, восстановление строительного материала для них и тому подобное. Катаболизм – процесс прямо противоположный. Он представляет собой распад сложных структур, на простые, для производства энергии в нашем теле. Если говорить проще, во время анаболизма наблюдается рост и восстановление, во время катаболизма – распад. Потеря клеток и тканей организма может произойти в потере веса. Эти два процесса всегда протекают в организме одновременно, но в зависимости от времени последнего приема пищи, активности или отдыха, один процесс может преобладать над другим. К примеру, после тренировки в нашем организме будут преобладать катаболические процессы, а после приема пищи – наоборот. Людям с быстрым обменом веществ проще сжигать жир, восстанавливаться. Они, как правило, чувствуют себя намного лучше, более здоровы и активны, нежели люди с медленным обменом веществ. Поэтому ускорение или, как говорят в народе, разгон обмена веществ – первоочередная задача для многих. Существует несколько способов ускорить свой обмен веществ. Первое. Дробное питание небольшими порциями, хотя в последнее время этот способ подвергается сомнениям. Когда мы едим часто, каждые полтора-три часа в нашем организме наблюдается высокий термогенный эффект. Во время сгорания переработанной пищей выделяется энергией. Это повышает температуру тела, потребление кислорода и, соответственно, ускоряет обмен веществ. Кислород необходим организму, так как тепло не может быть освобождено без него. Еще одно преимущество такого питания в том, что небольшие порции еды быстрее усваиваются, поставляя организму энергию и строительный материал. А когда вы едите редко, в целях экономии энергии, организм замедляет обмен веществ. Распространенный миф. Низкое потребление калорий – лучшие средства для похудения. При длительном исследовании низкокалорийной диете, более 4 недель, организм в целях сохранения энергии в условиях голода замедляет обмен веществ, тем самым буквально спасая нас. Номер 2. Здоровая пища. Потребление здоровой минимально обработанной пищи требует от организма дополнительной энергии на переваривание и выступает качественным источником жизненно важной энергии. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok